В Твери назвали имена победителей конкурса «Человек года» и «Лучший социальный проект». Торжественная церемония вручения наград лауреатам и дипломантам прошла в Тверской академической филармонии. На вручение и наград присутствовал наш корреспондент. По итогам 2022 года на конкурс поступило 34 заявки из 12 муниципальных образований региона. Представители некоммерческих организаций и общественных объединений представляли на конкурс проекты в различных сферах. Помощь старшему поколению, семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, сохранение исторической памяти и многое другое. Поздравительный адрес победителям и участникам мероприятия направил губернатор Тверской области Игорь Руденя. Таланты и энергия каждого из вас направлены на решение главной задачи – обеспечения благополучия Тверской земли. Вы вносите важный вклад в развитие гражданского общества, укрепляете традиции служения отчизны, созидательного труда, благотворительности и волонтерства. Победителем специальной номинации за активную гражданскую позицию и помощь участникам специальной военной операции стала руководитель Тверского оперативного штаба «Помощь Донбассу» Ольга Левитина. Штаб был создан 26 февраля прошлого года. Участники сообщества, коммерсанты, медики и все неравнодушные жители. Волонтеры на связи с теми, кто работает в зоне СВО с больницами Луганска и Донецка. Сейчас у нас более 18 подразделений по всей линии фронта, от Херсонского до Сватовского направления. Мы помогаем тем, кто находится на первой линии обороны. Нужно объединяться. Я горда нашими тверскими жителями, своими земляками, которые так активно и так видно поддерживают нашу армию. Среди медицинских организаций победителем в номинации стала группа «Вектор возрождения» под руководством главврача детской областной клинической больницы Анны Зайцевой. Организация объединяет почти 2000 участников, которые оказывают медицинскую, юридическую и социальную помощь участникам спецопераций и членам их семей. В группе большое количество руководителей медицинских организаций способствует тому, что мы в свое время можем оказать медицинское или социальное сопровождение семье того или иного нашего мобилизованного товарища. За оказание духовной поддержки и социальной помощи беженцам с территории Донбасса участникам специальной военной операции награды удостоена настоятельница Богородицкого жительного женского монастыря Тверской Кашинской епархии Игуменя Елисавета. С 2014 года в монастыре принимают беженцев с Донбасса. Когда начались военные действия в Украине, там стали стекаться беженцы. Мы помогали, чем могли там, чем продуктами, одеждой какой-то помогали. Но некоторые люди, они были в такой ситуации, что им некуда было не вернуться, не негде было жить. И вот те семьи, которые решили обосноваться в России, то они пришли к нам и жили при монастыре, в хозяйстве нашем, при подворье, трудились. Победителем конкурса «Человек года» по направлению «Социальное служение» стала Марина Леонович. Ее проекты направлены на поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья. А в направлении «Общественная деятельность» победу одержал Олег Иванов, председатель Совета директоров Торжокский Золотошвей. Продолжение следует...